Мария Черных, несмотря на юный возраст, помогает одноклассникам и другим учащимся разрешать конфликты в классах. Ученица 7 класса 68-й Самарской школы прошла подготовку в службе примирения. Там была проблема, что была новенькая, которую еще не приняли. И мы провели круг в классе. Мы сначала провели просмотр фильма про буллинг, чтобы показать, что, может быть, если дети, так сказать, не примут ее. Провели просмотр фильма, после провели обсуждение. И после этого, через несколько дней, провели круг. Круг с рассказом каких-то проблем, которые, возможно, есть в классе. Дети поделились, поговорили об этом. И ситуация в классе улучшилась, новенькую принялись и стали больше общаться. На территории региона Институт школьных служб примирения существует уже 13 лет. В них работают подростки с дружелюбным, неконфликтным характером, которые прошли специальную подготовку. Те конфликты, в которых сейчас дети оказываются, они очень жесткие, очень тяжелые. Очень часто этот конфликт может начаться где-то в сетях, потом быстро перекинется в реальную жизнь. Дело в том, что сейчас само общество не готово поддерживать открытый ребенка, как раньше. Помните, как раньше было? Выйдешь во двор, дворник поддержит, последит, куда ты пошел, маме, папе, бабушке все передали, где ты был. Сейчас этого нет. В Самаре школьные службы примирения работают во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных профильным департаментом. Всего таких на территории областного центра 153. Самарским школьникам это дает возможность решать конфликты, налаживать взаимодействие друг с другом, не ссориться. Это помогает предотвращать конфликты в классе, в классных коллективах, между параллелями классов. Так как школьные службы примирения, они проводят круги сообщества, это позволяет объединить, позволяет помирить не только нескольких учеников, одноклассников, но и целый класс. Перенять опыт самарских кураторов и юных медиаторов приехали педагоги из Владивостока. Очень много удалось полезного, конечно, подчеркнуть, потому что мы хотим как раз открыть школьную службу примирения в нашем городе и обучать этому и взрослых, и детей. По словам специалистов, только за одно полугодие при помощи юных медиаторов и их взрослых кураторов удается разрешить более двух тысяч конфликтов. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.